Всем привет, с вами Картелага и мы продолжаем развивать нашу республику. Ну что ж, всем снова привет и сегодня будем развиваться дальше. Я постараюсь сегодня поставить нефтеперерабатывающий завод. Да, собственно, почему, как я уже говорил, мы начали здесь, да, потому что у нас здесь хорошее меснорождение нефти и это можно все сразу будет возить, продавать и вообще все по красоте. Так, сейчас мы начнем пока же с работы над ошибками. Вот есть у нас тут пару косяков, например, надо подключить к воде тюрьму, но есть одно маленькое, но нам придется эту тюрьму снести временно. Давайте пока на паузу поставим. Почему? Потому что я, да, я забыл подключить их к складу, я забыл, точнее, поставить склад и подключить их к складу. У нас, конечно, здесь может 72 тонны храниться урожая, да, то есть урожай, ладно, есть откуда поступать, а вот еда только вот 25 тонн и все. Поэтому мы сейчас это все удалим, поставим, ну, в смысле склад, вот, и всю эту дальше инфраструктуру эту восстановим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ну, отлично. Мы уже все сделали здесь. Ну, как все сделали? Мы, в принципе, добавили склад. Теперь нам нужно, чтобы... Куда бы нам... А, вот сюда. Вот сюда. Мы сейчас добавим маршрут. Сейчас мы сделаем, наверное, вот так вот. Добавить. О, сукшеница нам сюда выгружалась. Урожай, так сказать. И-и-и-и-и-и. Вот анклеватор. Выгрузка. Вот. Машины будут сюда привозить сейчас урожай, да, то есть закупаться в таможне и привозить его сюда. Дальше у нас пойдут работать заводы. И уже отсюда, с этого склада, мы сейчас добавим. Возможно, найти путь из гаража. Почему? Из-за этого? Да, кстати, наверное, из-за этого. Это нехорошо. Продолжение следует... 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 Так, хорошо, вроде мы это все построили... Нам теперь нужно... Организовать, наверное, автобус... Возьмем... Новая остановка... Будет он нам возить... Людей... Людей культурно отдыхать... Так, здесь нужно теперь поставить... Пассажиры тоже были... Здесь соответственно... Здесь соответственно тоже... Продолжение следует... 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 Так, хорошо... Мы сделали здесь... В принципе склады... Но единственное... Нам нужен будет еще... Бетонный завод... Скорее всего... Да... Потому что... Например... Даже взять... Жилой дом... Вот этот вот... Да... Че там нужно... Бетон асфальт... Вот нужен... А это нужно будет... Поставить и бетон... И асфальтовый завод... А пока что... Пока что... Пока что... Пока что никак... Так... Мы можем... Единственное... Сейчас сделать... Это... Назначить сюда гравий... Чтоб он уже привозился отсюда... Поэтому... Не там... Так вот... Добавим... Склад этот... И... Гравий... Нам нужен... Гравий... Загрузка гравия... Здесь... Соответственно... Выгрузка... Гравия... И... Пускай она ее возит туда... Вот... Уже поехал... Ну что потом мы будем... Соответственно... Делать уже более интересные дороги... Да... То есть... Более классные... И для этого нам понадобится... Гравий... Вообще пускай она тут будет складироваться... Пускай она лежит... Всегда пригодится... А... Так... Что нам нужно теперь дальше... Во-первых... Нам нужно организовать теплоцентраль... Во-вторых... Нам нужно организовать... Нормальную электростанцию... Теплоцентраль... Где нам с вами сделать теплоцентраль? А... У нас безработных... Нету... Это очень хорошо... Что у нас по статистике? Тринадцать рождений... Одна смерть... Иммигрантов ноль... Побегов ноль... Никто не убегает... Это хорошо... Ну плюс тринадцать человек появилось... Эм... 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 Ладно... Можно попробовать... Поставить где-нибудь здесь... Теплоцентраль... Эм... 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 Вот... Эм... Эм... Ну... Это равно... Я не смогу сюда ничего пока привезти... Ну что он и кирпичи нужны... Вот... Всё-всё-всё-всё... Доски-то механические детали... Там сталь-то я привезла... А вот бетонный асфальт не привезу к сожалению... Хотя можно хоть что-нибудь привезти... И мы давайте сейчас попробуем это с вами организовать... Вот это и вот это... Механические детали... Механические детали... Девушки отдыхают такие детки... И нам потом таких детальные детали... Ох... Сама-ди-тоaa... Вон... 10 тысяч рублей... Т εν Sol its job! Вн Agу-а-долху... Тебе难еж Dartmouth een голgemeо... Девушки отдыхают движение explosives... не не прокатит не прокатит к сожалению что пока что строительная контора на с вами отдыхает и нам пока что она отдыхает а мы с вами организуем сейчас мы все за деньги просто построена тут есть немножко долларов мы их немножко потратим все долго закончились принадим рубли лично а так водоснабжение у нас тут есть все есть комбинация работает отлично теперь ч это у нас тепло централь также мне соответственно нужно будет оставить электростанцию уже нормальную электростанцию поставить такую наверно так в общем нас засада вышла с тем что нам нужно как-то организовать сюда подход наделась он будет тут что нибудь такое этакое но этого не оказалось а как вариант кстати вижу то что можно здесь вот допустим поставить остановочку а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мы тогда распределим электричество И уберем наверное вот эти вот ветряки А может ветряки просто сюда направим Да и все Продавать электричество Сейчас разберемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все отлично Ну и чтоб они не простаивали как говорится Ладно С этим все ясно А здесь у нас что получается У нас есть теплоцентраль Которая обеспечивает теплом Не всех она обеспечивает теплом А не все Должна сюда дотягиваются Неблохо Надо посмотреть вообще Докуда он дотягивается Докуда он дотягивается Понятно Докуда он дотягивается Понятно Так, ладно, давайте сейчас будем решать вопрос с питьевой водой. Почему не хватает воды вдруг? Все, есть, у нас вода везде работает. Здесь электроника, мясо. Крытрысь не смогли достать мясо, что? Так, они не смогли достать мясо. Продолжение следует... Так, а вы пешком? А вы можете пешком зайти? Ну, вот здесь остановка, да, зачем? Угу. Вообще непонятно, почему туристы нет, они ездят на автобусе. Вот мясо они не смогли достать, двое туристов не смогли достать мясо. Ну, понятно, все с ними. Так, хорошо. С водой мы разобрались, здесь она теперь есть. С температурой все великолепно, вода есть, канализация великолепна. Все, канализация сбрасывается. Теперь мы с латаней Чебоксара. Так, канализация сбрасывается очень-очень хорошо. Так. Ну, что ж, наверное, я буду на сегодня заканчивать, да? Я, конечно, помню, хотел вообще не в перерабатывающей сделать. Но уже нет, наверное, не буду. Если не в перерабатывающей. Сегодня, что мы сделали с вами сегодня? Сегодня мы с вами организовали теплоцентраль. Вперед, скажем так, ваших комментариев о том, что это загрязнение среды и так далее. Да, я знаю, что это загрязнение среды, но пусть стоит. Вот. И поставили электроугольную электростанцию. Вот эти вот ветряки у нас сейчас продают электричество. За недорого, но продают. Надо посмотреть, что у нас сейчас с финансами. Когда финансы поют романцы. Экспорт-ресурсов. 335 рублей. Нашмай. Так, туристы. Ну, тоже не плохо. Ладно. Но пока что мы в минусе. И это немножко печалит. Но как только начнем мы вырабатывать нефть, это сразу все исправится. Все будет сразу очень-очень хорошо. У нас два побега из тюрьмы произошло. Конечно, печально, но что-то делать. Так. Что мы в итоге сделали? Подведем итоги, правильно? Во-первых, мы... То, что изначально я не сел, да? Ну, мы поставили сюда склад. Теперь со склада у нас все забирается. Да? Соответственно, мы передвинули тюрьму чуть дальше. Поставили электростанцию. Теплоцентраль поставили. Дальше. Поставил я новую школу, да? Потому что мне пришлось еще одно здание сделать. А новое здание до школы не дотягивалось. Поэтому поставил я новую школу. Дальше. Соответственно, установил новую очистную станцию для воды. И провел воду. Вода у нас, сами видели, не хватало воды. Соответственно, поставил более мощный насос. Ну, насос он идет как следует. 5.30, здесь 5.30. Вода, кстати, набралась здесь очень хорошо. Здесь у нас тоже все великолепно. Давление зашкаливает на первом и втором выходе. Ну, в общем, все классно. В следующей серии мы будем организовывать с вами, наверное, уже мясную промышленность. Организуем мясной сельхоз. И все еще я попытаюсь именно нефть перерабатывать. Сегодня у нас будет серия, пускай, знаете, как это, работа над ошибками. Не то чтобы работать над ошибками, а, скажем так, подвести штрихи. То есть, организовать все необходимые потребности. Но у нас вот немножко счастье упало. Чем они недовольны? Спортом. Спортом мало им. Но здесь вроде все хорошо. Персонал есть, спортом люди занимаются. И порой не знаю, что им нужно. С едой все хорошо. Здоровье им тоже все великолепно. Лояльность к власти. Средняя продуктивность 74%. Ну, маленькая продуктивность, ничего не скажешь. Вот. Единственное, что я думаю, это сделать немножко растений. Да, тополя, нет, тополя какие-нибудь. Куск, бук, акация, ноутбуки сделать. Вот ошибно здесь, где у нас вот эти станции. Так, а у нас производство установило ошибись. Что? А почему, я не понял. Потому что электричество отрубилось. Нет рабочих. Почему у нас нет рабочих? Объясните мне, пожалуйста. Здесь. Ну, да. Здесь очень великолепно нет. Поставил? Поставил. Так, а почему нету? А, кстати, где вообще-то автобус-то? Да, я знаю, что проблема электроснабжения. А, ну вот. Сейчас тут люди пойдут работать. Я понимаю, что конвенционный бак переполнен. А что вы мне предлагаете-то? Как мне сброс-то сделать? Не, ну она работает. Электричество она дала. Электричество я немножко не ожидал. Ну, вот здесь вот вода у нас сойдёт. Угу, угу. Так, ну хорошо. В итоге. 120-125 процентов. А у тебя что с канализацией? Здесь всё хорошо с канализацией. А почему у тебя есть проблема? А, ну потому что канализация, в принципе, не подключена, я понял. Окей, сейчас надо организовать канализацию. Видите-ка, хотел закончить, а? Чуть попозже. А, так. Давайте сейчас быстро прям канализацию организуем. Поставим мы её. Вот здесь. Куда у нас можно себе это подвезти, подвезти. Ага. Сейчас. Ну, так вот, отлично. Теперь должно быть всё хорошо. Во! Судило 2, великолепно. Отличненько. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы как раз-таки будем уже заканчивать. Доступна новая модель. Великолепная красная модель. Доступна. Канализацию мы здесь организовали. Всё у нас работает, слава богу. Здесь надо что? Здесь скоро созреть всё. Так вот, напоминаю, да, что в следующей серии у нас будет мясокомбинат. И я очень надеюсь, что организуем с вами нефтперерабатывающий завод, чтобы можно было продавать то же самое битум, топливо, да, то есть вывозить на продажу. А склад, наверное, этот будет уничтожен. У нас здесь железная дорога. Конечно, её можно вытянуть, допустим. Нет, нельзя её так вытянуть. Вот, так что склад, скорее всего, будет уничтожен. Ну, ничего страшного, я этот склад поставлю немножко в другом месте. Вот. А сейчас, кстати, он уже всё заполнен. Склад этот. Нет, ещё не заполнен. Вот. И больше добавить мне, в принципе, нечего. Гражданин несчастлив. Почему? Скажи мне, пожалуйста, в чём дело у тебя. Церковь, электроника, еда. Почему, почему еда? Не надо мне. А, нет, надо пассажирам. Почему? Кто-нибудь. 81 не смогли достать еду. Ну, серьёзно, вот же оно. Почему они не могут достать еду? Кто мне объяснит? Ладно. С этим уже будут разбираться в следующий раз. Ну, может быть, ещё так. Без записи. Попробую разобраться в чём-то в делом. А на этом у меня всё. С вами был Картилага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте, что есть ещё и паблик, в ВК, есть канал на Рутубе. То тоже подписывайтесь обязательно. Всё, я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. И увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Сёмкин